Спортом я начала заниматься с четырех лет. Спорт нас отдали родители и меня, моих братьев, так как вся семья у нас спортивная, это была художественная гимнастика, которой я посетила очень много лет. И непосредственно дальше уже был просто фитнес, групповые тренировки, я начала преподавать силовую аэробику. Но так как у меня отец занимался тяжелой атлетикой, видно, гены взяли свое и со временем захотелось чего-то больше, больше. И как-то влюбилась я в железо, тренажерный зал. Первое свое выступление я готовилась два года к этому выходу в категории бикини, был мой дебют. Но уже тогда я была достаточно мышечная, как говорится, перестаралась немножко. В общем-то мне не было понятное решение судей на тот момент, почему я, допустим, стала третья, не первая, вот я такая мышечная. И, можно сказать, психанула и ушла на два года в кроссфит. Но из-за того, что были травмы достаточно серьезные с спиной, приняла решение потихоньку восстановиться и вернуться именно в бодибилдинг. Но уже в категории более мышечной, это категория бодифитнес, уже пошли результаты. Это была более такая, как по мне, категория, где уже можно достаточно ярко выраженные мышцы иметь, определенно другую структуру тела. Продвижение в карьере пошло это в 2018 год. Я завоевала в своей категории бодифитнес чемпионат Украины. И уже как бы на осень готовилась именно по этой категории. Нужно было набрать именно мышечную массу, побольше стать, потому что я достаточно маленькая в своей категории. Но сейчас вся Европа как бы борется за то, чтобы девочки прежде всего старались девочками, то есть женственными. Несмотря на то, что есть мышцы, ты должна быть девушкой. Что касается тренера, я взяла уже, когда попала в сборную Украины. После чемпионата Европы я приняла решение, когда вот у меня, я поняла, что категория настолько уже у меня серьезная, что мне нужна эта помощь. Я выбрала себе человека, поняла, что я могу довериться ему в этом деле. Василевский Вадим Сергеевич и в данный момент мой тренер, который в принципе и привел меня ко многим моим сейчас титулам и достижениям. Мне посоветовали уже попробовать себя еще более тяжелой категорией. Это категория вумен физик. Мне давалась буквально там неделя на раздумки. Рискнула, полетела, стала двукратной вице-чемпионкой Европы в своей категории вумен физик и в категории смешанные пары. Ну, это такие самые яркие эмоции. То есть, когда ты слышишь гимн, который играет в твою честь в твоей стране, это ни с чем не сравнимо. Истинство спорта Украины у нас хорошая поддержка. Все спортсмены, которые показывают хорошие результаты, входят в шестерку на международных соревнованиях. То есть, финал получают всегда и вознаграждение, и им спонсируется дорога на чемпионаты. То есть, в этом плане, скажу, что знаю, что в ближайших странах нет такого, что наши в этом плане молодцы, спасибо им. Да, как бы у нас федерация IFBB наша заботится о спортсменах в этом плане. Практически вся жизнь – это зал. Это либо твои тренировки и подготовка, либо ты тренируешь кого-то. И бывают такие моменты, что все, это были последние соревнования. Ну, это все проходит там через две недели, максимум месяц. Ты так воспитан, это уже у тебя в крови. Ну, только вперед, быстрее, выше, сильнее. Ну, по-другому. То есть, у каждого есть своя цель, которую он хочет достичь. И, наверное, это двигает вперед постоянно. После Тарагона был разрыв большой, месяц. И вот этот период очень было сложно додержать ту форму, а еще сделать ее лучше. Это, безусловно, очень строгая диета. Тренировки практически 7 дней в неделю. Сон. И при этом, при всем, ты должен успевать еще и свою работу выполнять. То есть, если спортсмен, атлет уже настроился на то, что он хочет выйти на сцену, он должен понимать, что это очень сложный период. Это не диета. Это называется сушка. Сушка, это то, что многие сейчас, атлеты это знают, спортсмены, просто люди, которые ходят в зал. Я зачастую слышу на работе даже, вот я хочу сесть на сушку. Сушка обычному человеку, который не готовится на соревнования, абсолютно не нужна, а где-то даже и вредна. Стоит просто придерживаться правильного питания. Не путать эти вещи. Сушка и правильное питание, как сейчас модно говорят, ПП. Очень тяжелый период, особенно на последних этапах подготовки, где уже просто на изнеможении и нервная система, и ты истощен уже этими диетами, режимами. То есть, такие люди должны быть. Ну, таких людей много, всех люблю, спасибо за поддержку, что вы меня терпите в эти моменты. Следующий сезон, опять же, это старт у нас весенние соревнования. Ну, как бы, планы есть, они выстроены, но посмотрим, хватит ли сил на это все, потому что достаточно тяжелый этот был год. Ну, вообще, в планах, конечно, это чемпионат Европы, опять же. В сентябре Арнольд Классик есть такой турнир. И чемпионат мира, еще, правда, я не знаю, где он будет, женский, позже нам это скажут. Ну, вот такие три самых, наверное, значимых турнира, которые хотелось бы поучаствовать в них и стать все-таки именно в своей категории первой, в категории в умный физик. Тренерская работа – это твоя жизнь, так же, как и подготовки. То есть, все, кто хотят стать, я не знаю, кто-то сильнее, кто-то просто более подтянутыми, всех милости прошу, всем готова помочь. КОНЕЦ